Всем привет! Сравнение смартфонов Samsung Galaxy A71 против Samsung Galaxy A72. Данные версии смартфонов на 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео, также сравнить стоимость наличия данных устройств. И по различиям. Различия тут естественные, сразу даже по внешнему виду. Если Samsung Galaxy A71 и Galaxy A70 они не особо отличались по внешнему виду и материалам, то A72 от A71 по внешнему виду и материалам уже отличаются достаточно существенно. По габаритам они примерно одинаковые, диагональ дисплея по 6,7 дюймов. Материал корпуса изменился, тут был глянцевый пластик, теперь тут софт-тач матовый пластик. Более практичный и как по мне даже более стильный, вот мне больше нравится как выглядит именно этот материал. Но самое главное то, что он намного-намного практичней. Меньше собирает разводов от пальцев, меньше собирает различных физических повреждений, они меньше на нем заметны, даже если появляются. Код камеры на задней части, видим изменился блок камеры, тут он был также глянцевый пластик, стал матовым и стал большим. То есть тут и сами камеры они побольше стали, и сам этот блок камеры тоже больше. По размещению элементов управления в принципе все схоже. Тут кнопки включения, кнопки игровки громкости. Сверху тут слот для двух наносим карточек, на A71 слот на левой грани. Снизу USB Type-C порты, джеки для наушников, динамики, микрофоны. Включим устройство, сделаем это одновременно, посмотрим кто быстрее загрузит систему. Ожидаем включение. У Galaxy A72 теперь есть степень защиты IP67, у Galaxy A71 этого нет. И также у него увеличилась емкость батарейки с 4500 мАч, теперь у нас 5000 мАч. Но в принципе по автономности смартфоны отличаться не будут, потому что по умолчанию стоит режим 90 Гц дисплея. То есть дисплей тут лучше на Galaxy A72 в том плане, что он 90 Гц, то есть он в полтора раза плавнее работает, чем дисплей на Galaxy A71. Это тот же AMOLED, Super AMOLED дисплей, Full HD разрешение 6,7 дюйма, то есть по этому показатель различий нет. Но тут он 90 Гц, и такой дисплей потребляет больше заряда батарейки, поэтому автономность будет примерно одинакова. Даже несмотря на то, что тут объем батарейки больше на Galaxy A72. Но этот режим мы можем отключить, плавность движения сделать стандартно, и тогда конечно будет лучше по автономности Galaxy A72. Хорошо, закрываю. Давайте посмотрим на версию операционной системы. Так, сведения о телефоне, сведения о программобеспечении. Android 10, но он вроде как обновляется. Да, One UI 3.1, тут будет обновление на 11 Android, и на такую же версию One UI. То есть это большое обновление, я его уже ставить не буду, оно тут есть. То есть не будет различий по прошивке между этим устройством, будет идти одна и та же прошивка One UI 3.1 и Android 11. То есть в этом плане различий не будет. То есть возможно уже в будущем обновлении, конечно, Galaxy A52, он будет дольше поддерживаться и дольше обновляться. Но на данный момент эти устройства получают Android 11 и одну и та же прошивку официального Samsung. Окей. Переходим в синтетические тесты Geekbench 5. Технические характеристики устройств Snapdragon 730 у Galaxy A71 против Snapdragon 720. Тут 730, тут Snapdragon 720J. Восьмиядерные 6 плюс 2, 1,8 и 2,2, тут 2,3 ГГц. Видеоускоритель Adreno 618, что там, что там. Смотрим на результаты тестов. Даже Galaxy A71 чуточку лучше себя показывает, но совсем чуточку. И по видеоускорителю, в принципе, разница имеет. То есть по процессору и видеоускорителю разницы особой не будет. Давайте вот посмотрим теперь в общем тесте Antoto Benchmark, что тут нам показывает. Так, 318, тут 341. В Antoto Benchmark Galaxy A72 себя немножко лучше рекомендует. Так, закрываем. Перейдем в браузер. Будем, наверное, в Chrome смотреть. Да, откроем Chrome. Сейчас, секундочку. И перейдем на сайт Самсунга. Samsung.com открываем одновременно. Будем сейчас тут открывать одновременно странички. Смотрим, кто лучше работает. По этой ссылке. A71 загрузил быстрее, A71 слева, A72 справа. Теперь одновременно загрузили. В общем, синхронно работает устройство. Может, в какой-то раз там и будет какое-то отличие в пользу одного или другого устройства. Но в целом работают они одинаково. Какие-то микросекунды. Ну, это может и я чуть-чуть не одновременно нажимаю. В целом устройства работают абсолютно одинаково. Абсолютно одинаково. Так, хорошо. Откроем тяжелую игрушку PubMobile. Одновременно. Смотрим, что будет тут. Кто загрузит быстрее тяжелую игрушку. Ну, тоже самое. Синхронно загружают. Все открывают синхронно. Давайте посмотрим, как игра сама будет работать на устройствах. Хоть можно тут будут какие-то отличия. Так, как это все закрыть. Так. Так, настройки графика. Настройки графика. Средний уровень, что там, что там. То есть, все абсолютно-абсолютно идентично. Показываю теперь примеры фотографий на камере этих устройств. Сравнение. Сможете оценить их качество. Выведу их на экран. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на Калмакси Мобайл. Комментируйте. Ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока.